В старой доброй Англии, еще во времена правления славного короля Георгия IV, а это именно его монета изображена, вот здесь вот у нас перед нами лежит, Случилось такое, что 7 апреля 1827 года, это не очень давно, 188 лет всего-то назад, английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, которые мы сегодня знаем, вот как те, которые рядом с монетой лежат. Вот на первый взгляд нет ничего проще, коробочка спичек, но вот действительно история создания довольно интересна. Считается, что прототипами спички являются сухие ветки, с помощью их древние люди разводили огонь, позднее их место заняли природные минералы, способные давать искуру, и уже потом огневый кремень. И только лишь китайцы уже в 570 году нашей эры стали пропитывать палочки для трения серой. Очень важную роль в рождении спички сыграло открытие белого фосфора, которое было сделано основным солдатом из Гамбурга Хеннингом Брэндом в 1699 году. Он изучил труды известных алхимиков того времени в намерении получить золото, Однако в результате оптов случайно получился некий светлый порошок, обладающий удивительным свойством светиться. Брэнд назвал его фосфор, что в переводе с греческого означает «цветоносный». Английский фармацевт Джон Уокер придумал свое изобретение, как это часто бывает, тоже совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля, чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу, вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, и 7 апреля 1827 года состоялась первая коммерческая сделка. Уокер продал адвокату Никсону первые спички, состоявшие из смеси бертолитовой соли, белого фосфора и клея. Однако Уокер, демонстрирующий свое открытие всем подряд, так и не досужился его запатентовать. А вот парень по имени Самуэль Джонс, который как-то присутствовал при такой демонстрации, осознал рыночную стоимость изобретения. Он называл спички «люциферчики» и стал продавать их тоннами. Несмотря на то, что с люциферчиками были связаны некоторые проблемы, они плохо пахли и при возгорании рассыпали вокруг тучи искр. В 1847 году австрийский химик Шрётер сделал открытие, сделал спички безопасными. Он получил красный фосфор, который не был ядовит. И уже на следующий год в состав головок спичек, который сделал немецкий химик Бетхер, входил из серы, бертолетовая соль, перекись марганца и клей. Чтобы у поджечьих он создал специальную поверхность. Смазал бумажку составом, содержащим определенное количество красного фосфора. Выпуск же люциферчиков постепенно прекратился. В 1910 году американская компания Diamond Match первой получила патент на безопасные для здоровья спички. Важность этого изобретения была настолько велика, что президент США Уильям Тафт публично обратился к владельцам патента и попросил их отказаться от авторских прав. Компания согласилась и 28 января 1911 года отказалась от всех прав на свое изобретение. Поэтому сегодня спички принадлежат практически всем. В Россию спички попали в 30-х годах 19 века. Несколько позже появились и первые спичечные коробки. Сначала они были деревянные, а потом жестяные. Уже тогда на коробки клеили этикетки. Этикетка несла в себе не только информацию, но и украшала спички. Это привело к появлению целой ветви коллекционирования. Филуминии. Вот так вот случилось, что нумизматика и филуминии сегодня оказались очень даже рядом. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.